здравствуйте любоугажаемые любители летных видов спорта мы на кислороде не думайте что на веселящем грязи но к тех кто смотрит наш канал мечта летать знает что у нас позитивный канал на котором всегда улыбаются как тут не улыбаться друзья мы подходим к красивейшему леднику и сейчас я вам покажу с большим великим удовольствием во вторых так как наша высота 4000 метров мы можем пройти попробовать по очень красивую дороге называется эта дорожка парку рояль много раз я его уже снимал но мне кажется лишний раз лишним этот раз никогда не будет сегодня красивейшие условия очень интересного типа потоки я не ожидал на самом деле времени сейчас уже но часы неправильно показывать от половины шестого и вот половину шестого мы обычно домой возвращаемся уже где-нибудь около аэродрома там например а вот тут удалось слетать до паркура рояль это мой второй будет на сегодня поэтому сейчас мы с вами посмотрим удастся мне пролететь так как я хочу или все-таки не удастся это национальный парк экранс и в этом национальном парке мы очень аккуратно должны летать чтобы не нарушать воздушное пространство ну вот сейчас я экономлю энергию должен попасть на противоположную южную сторону крипта потому что там под облаками мне можно будет пройти вдоль этого паркура рояль и идти домой это сэкономит мне огромное количество расстояния что если я все-таки пойду в обход где нужно будет где-то еще добирать достаточно прилично но всем лишние полчаса не факт что они у нас есть поэтому вот этот у нас текущий полет фух осволнуйся по паркуру рояль будет он у нас не то чтобы там спасение какое-то это очень технично и грамотно и красивое тактическое решение вы всегда знаете что полетах как сыграй в небесные шахматы и поэтому небесные шахматы должны быть красивыми вот ледник он сейчас чистенький достаточно еще не сошел белый снег под ним будет немножко желтый потом появится всевозможные трещины не могу не похвастаться стояли еще в шортах над ледняком шортах мы можем назвать это наше видео вот сюда на вершинку вот на эту который в центре кадра есть тропа на не сейчас тропа она будет тропа и и протоптут и сюда замечательным образом ходят люди что право идет очень красивая система гор и кран заповедник ну и конечно снял вот этот вот ничего я думаю что это прям ух какой вид сейчас я пролечу мимо моих любимых скал там такие три скалы сейчас пока они не в кадре а тут даже смотрите какое обрушение было поэтому не те кусок отводился от него а ангелизи был скалы мои любимые вот такие три скалы сейчас мы когда мимо не промчимся вы их лучше увидите видите вершина скрыта в облаках наша высота 3800 метров давайте невероятно ну и друзья смотрите как красиво впереди вот он парку рояль мы сейчас вдоль него двигаемся вдоль всех этих скал будем экономить энергию и аккуратненько по этой южной стороне двигаться чтобы перед пройти перевалы впереди там впереди вот без перевальчики если мы рассмеряемся высоту мы сможем его пройти и тогда я даже не знаю что делать тогда вот по этим долинам я буду как-то выбираться и ну я знаю каждая туда долина ведет естественно я представляю что куда я выберусь в данном случае это будет меня вести в сторону гренобля вот но я надеюсь что я пройду пройду этим путем красиво я обожаю друзья эти места довольно редко получается вот залететь на этот парку рояль так чтобы иметь возможность достаточно свободно по нему перемещаться то есть погода должна быть высотой облаков четыре километра чтобы было там четыре набрали проскочили через ледник и дальше летели мне приходится увеличивать скорость до двухсот километров в час чтобы не войти в облака ныряю вниз вот есть да не просто это друзья сегодня оказалось зажимает меня облачностью облачностью пронесло ну как это в авиации пуслова пронесло неприемлемо но это был скажем так тот гиросчет что же бы я делал если ты смог пройти под этими облаками ну совершенно очевидно что я бы уходил налево сторону аэродрома сан-крипан набирал бы там высоту где-нибудь так далее ведь я сейчас обхожу облака не переваливаю я на ту сторону не могу потому что у меня запас уже 200 километров час чтоб вернуть еще ниже мне надо еще избыточно разогнаться на это у меня просто нету запаса вот чат вроде как высоту потерял запас появился давайте вот эту вершинку для разнообразия облезем уже с южной стороны ой как красиво то вокруг мы попали в место где крыло показывает на склоны где я жил с палаткой ночевал вот там внизу есть приют и гостиницы и совершенно потрясающие места по своей красоте вот так и мы соблюдаем что следующий перевал проходим проходим продолжаем движение по парку роялю невероятно обычно получается или выше все таки или просто без облаков а вот так вот чтоб так с облаками или облака лежат полиной полностью закрываются справа нас начали не платит а без запах я а сегодня прям какой-то совершенно идеально друзья состояние атмосферы а при этом у нас над аэродромом вот туда крыло показывает там где-то и перед крылом наш аэродром смотрите какая вершинка как мы сейчас над ней ну совсем низко я не лечу но следуем этому плиту сейчас я могу сбросить уже скорость даже какой-то поток появился об но сейчас может впереди встанем немножко высоты наберем чтобы домой уже идти без всяких вопросов хорошо давайте круг почета бестолковый будет разворот потому что выскочил из потока ну так вот чтобы панораму местности снять вот по вот этим всем скалам мы купить вот из-под этих облаков по сути выпрыгнули краски невероятные я не уверен что телефон передает все как она есть на самом деле но просто краски сейчас контрасты снега скал мне кажется что в каких-то волшебных очках сейчас хотя вот я под даже по глазам смотрите нет очков очков нету все это по-настоящему может это веселячий газ так действует так надо кислород выключить экономим ладно продолжаем движение дальше собственно на этом наверно можно и закончить движение по паркуру рассказ про паркур рояль потому что мы доходим до перевала полакова лютом впереди и дальше уже выходим из зоны заповедника заповедник у нас вот до границы осталось недалеко выходим из зоны заповедника идем направо сторону пик дебюра и долетаем до аэродрома причем вот этот поток уже поприличный просто встать стере заброс не хочу больше набирать на высоты принципе хватает до аэродрома текущие три с половиной километра до аэродрома на 60 километров вот у вас сейчас видел пик дебюр я вам сейчас покажу вот он соответственно до пик дебюра мы долетаем облетаем его и приземляемся на аэродром несмотря на дистанцию 60 километров я просто не могу сейчас ровно направо идти потому что там заповедник мы сейчас собственно и тоже в зоне заповедника летим на мы летим по вот этому пресловутому паркур рояль нам там есть как бы трассы провоздая по которым мы можем спокойно пролететь и но это они расположены над вершинами хребтов там такая линия получается вот допустим вот этим хребтом мы можем тоже пройти и уйти налево туда к аэродромам и вот эти коридоры конечно огромное спасибо потому что это все позволяет нам творить вот такие потрясающие чудеса и радовать любит уважаемых любителей лет таких видов спорта веселым контентом с левой стороны горно лыжный парк вот посмотрите внимательно там озера замерзшая красивая вот это вот перевал как раз полаковали который которым мы часто тоже прыгаем большая альпы то есть вот ты про очередь этот перевал позволяет сэкономить огромное количество времени потому что вот сегодня допустим мы уничтожили вошли а вот сейчас я крылом покажу на гору лиси вот там гора лиси такая стороной сына от не ближайшая чуть дальше вот вы на ней набирали и в обход через по долине брянсон двигались добрались до ледника мы возвращаете возвращаемся видите как экономно лыжники не катаются потому что сезон закончился зато сейчас начнут кататься всякие эти нас еще придерживает вот станция канатной дороги у вас сейчас кадре будут кататься пропланилисты и гладилисты вот здесь на подъемник будет работать когда снег растает то есть через месяц наверное здесь целый год движуха очень удачный здесь парапланерный старт взлетаешь и как пошел по большим альпам бродить так ну что погнали домой все мы вышли с территории национального парка вот я показываю вам рукой рукой крылом в которых продолжение моих рук вот на парку рояль по которому мы сюда добрались очередное достижение видите что вы успели по хорошей погоде потому что дальше впереди дымка погода заканчивается мы сейчас спокойненько красивенько будем двигаться домой на горизонт скорость 140 твоя ручка ну что это глубоко уважаемые любители лета гидоспорта до новых позитивных встреч пишите как вам понравилось опять пошели лет